Приветствую зрителей канала Лёша Играет. Вот, решил немножко отдохнуть, развеяться, записать партию в Норсгард. Тем более, попалась аж ФФА на восьмерых. Честно говоря, я не заметил, что там за настройки, но очень много воронов. Зато без понятия. Ага, это не... Это не Рагнарёк, то есть будет попроще. Рагнарёк самая сложная карта. Мой любимый клан Ворона. ФФА на восьмерых значит, что кто-то может в развитии выиграть. Но тут самое прикольное, почему решил сыграть. Раз, два, три, четыре. Четыре Ворона и два новых клана БК. Ну и какие-то эти маргиналы Лошадь и Боров. Не думаю, что у них что-то... Хотя посмотрим. Все кланы на самом деле сейчас неплохо работают. Но ФФА на восьмерых может быть как и быстрый. В том плане, что кто-то может выиграть славой. Только потому, что все остальные... Соседи ему попадутся не очень. Так и долго, если в основном народ упорится в войну. Вот мне бы хотелось здесь повоевать, конечно. Я даже сложности не посмотрел, какая у партии. Просто так зашел быстро, поставил готовность и нажал запись. Так, места для постановки гавани у нас есть. Три штуки. Для Ворона этого достаточно. Вот, тут у нас даже имеются... Вот это надо будет исследовать. Давайте, наверное, я уже одного на добычу дерева уже надо... Надо сразу исследовать, чтобы деньги были, чтобы вот эти две территории присоединить. Мы очистим их от волков. Особенно вот это нас касается, потому, что здесь и две овцы, и кораблекрушение есть. То есть, старт для Ворона у меня, как для Ворона, очень неплохой. Так, можно уже ставить военный лагерь. Так, почему он не поставился? Какие-то лаги у меня. Очевидно, вот даже, видите, подвисает... Подвисают... Войны. Мне бы еще, конечно, центр карты попробовать найти. Видит кто-нибудь центр? О, блин, здесь еще и... Три... Блин, и вот этот бы... Логово волков, на самом деле, зачистить скорее. Так, учебный лагерь завершен. Возвращаем пока. Тут мы деньги получим. Ну, науку тоже, но в основном деньги. Сразу можно тогда двоих воинов делать. Тут зачищать, к сожалению, три волка, это многовато. Три волка нам надо будет берсерка сделать. О, блин, уже один побежал. Ну, я сейчас дождусь здесь денег и отобью. Можно подождать пока. Некоторое время. Так, возвращаемся сюда. Здесь берем переговоры. И двоих, пожалуй, ребят отправляю в воинов. Так, что у нас здесь? Лес. Давайте еще вот эту территорию исследуем. Центр карты. Я все... А вот это не Виверна случаем? Не пойму. Нет, нет, не Виверна. Ладно, фиг знает, где центр карты. Я сейчас эту территорию открою. Этого чувака тоже обратно верну. Так, тут зачистили. Теперь здесь давайте. Эту территорию присоединяем сразу скаута сюда. Вот эту зачищаем. Где тут волк? Вон он. Так, я сейчас хочу вот эту. Открыть там волки, попробую их зачистить. Потому что тут три волка пока многовато. Так, так как у меня есть овцы, можно уже здесь сразу добывать железо. Ага, там медведь. Тогда... Давайте здесь. На добычу железа. Не, ну надо этих убивать пока воинов. То есть, нету смысла ждать, когда у вас раненые воины. Их надо уже... Убивать. Я сейчас не могу их пока лечить. Хотя сейчас... В новой мете стало выгоднее быстрее строить лекарей. Потому что они и еду дают сразу. Но... Так, давайте я, наверное, даже двух пока сделаю. И сюда отправлю тоже. У меня просто две овцы есть. И несмотря на то, что отсюда я тоже получу дерево. А дерева много не бывает. Тут я, наверное, в первую очередь пять... Жаль, нет, ну вот на самом деле это вот зачистить, поставить здесь башню. И я... Вот, уже побежал волк. Хреново. Хреново. Я, наверное, даже... Дровосеков. Я не хочу сейчас тратить деньги на воинов. Еще одних. Я потрачу деньги только на берсерка. И берсеркам зачищу эту территорию. Да, у меня сейчас будут раненые... Дровосеки. Почему дровосеков? Потому что у дровосеков атака шесть. А у обычных жителей пять, как видите. Но дерева у меня сейчас отсюда будет много. Все. Деньги тоже есть. Теперь строим здесь... Еду. Здесь гавань. И, наверное, даже сразу... Сделаю... Да, сделаю сразу склад. И здесь... Так, мне надо вот здесь... Блин, мне еще и этот... Так, стоп, не склад. Мне нужен дом, во-первых. А во-вторых, добычу дерева еще. Это важнее. Дом больше жителей, у меня уже скоро предел. А дровосеки, соответственно, больше дерева дадут. И смогу я, наконец, склад построить. Так, все, добыто. Успею я до зимы? Успею. А сколько вообще стоит? 80. Ну, я зачищу. Тут два волка всего лишь. И буду стоять до зимы, потому что зимой... Штраф к атаке будет на чужой территории. И в гавань отправляем народ сразу. Еще территория с волками, когда я захвачу, мне даст 30 славы и 5 камня. Что очень круто. Да, у меня минус по деньгам, но... Ой, по деньгам, по еде. Но у меня двое овец есть, которые зарезаешь, и у тебя 80 еды дается. Я вот думаю, что мне сейчас важнее. Поставить склад или все-таки уже лекарей поставить? О, один из воронов построил маяк. Но ему вполне могут, да, вот это, кстати, еще быстрее победа. Ну, не таки есть виверна на карте, но я не там смотрел. Думал, что он где-то вот тут. Кстати, мог вполне открыть виверну. Так, здесь достаточно будет башню поставить. И можно с этой стороной уже успокоить. Давайте на расклад все-таки поставлю. А потом лекарей. Так, тут у меня еще оленей есть. И встану сюда пока. Так, лекарей можно строить. Блин. В принципе, я бы мог даже и пережить, наверное. Давайте попробуем. Мне сейчас дерева не так много надо. Минус один всего лишь. Блин, не хочется резать овцу, честно говоря. Пускай на будущее будет. Одного лекаря используем уже. Три драугра. Тут один. Ну, конечно, гаваней бы побольше. Но сейчас мы пережим вот эту зиму. Спокойно уже. А гаваней для науки. У меня сейчас науки мало идет. Кто-то нанял тоже берсерка. Слышали сейчас возглазные. Все. Обратно возвращаем лесорубов. И сейчас, пожалуй... Вот я сейчас лучше буду... У меня не будет хватать... Еды, потому что я сейчас гавань хочу поставить и добычу камня. Я лучше в эту... В этим летом овец позарезаю. О, стало плюс 12, потому что лекари прекратили лечить. Они всех вылечили и начали добывать еду. Так, мне надо гавани. Потому что у меня каждые гавани... Вот видите, кардикоинные товары приводят. И у меня каждая гавань будет давать... Счастье. Попиваю тут. Напиточек. Надеюсь, вам это не мешает... Сильно. Надо сразу еще одну. Или нет? Или уже надо добывать камень? Наверное, лучше камень добывать. У меня 5. Так, эти, значит... В поход... Сюда двоих. И давайте, наверное, одного... На камень. Давайте я здесь... Блин, строю тут башню. Ну, серьезно, нафига мне вот тут башня? У меня тут... Берсерк вполне может отбиваться. Все, всех жителей распределил. Минус 7 по еде. Но, опять же, повторю, у меня есть две овцы. И как раз... Вот тут их резать будет очень в тему. Так. Давайте, наверное, здесь построю... Еще одну гавань. Сейчас пауза будет, да. Сейчас появится житель. Да, сейчас у меня нехватка жилья. Но я на самом деле открою... Плотничье дело. И мне будет дешевле апгрейдить ратушу. У меня появится жилье тоже. Так. После гавани давайте тут оленеводов организуем. Тут я не буду уже использовать моряков пока. Ни четверых достаточно на данном этапе. Ну, кстати, вот тут мой второй камень. Вот эту территорию мне все равно придется зачищать. Так. Ну, я думаю, уже можно резать первую овцу. Вообще, два счастья может все-таки поставить... Дом. Даже три счастья. Давайте, наверное, поставлю дом. Хотя, блин, сейчас уже апгрейд будет. Ладно. Не стоит. Потому что у меня просто может в будущем начать не хватать счастья. А это удар по экономике. Ну, вот еще и три жителя сразу приехало. У меня еще сейчас и минус может скоро начаться. То есть, мне надо будет сейчас гавани апгрейдить. Следующий житель сразу даст минус два счастья. Минус два несч... Так, минус два счастья. Или два несчастья даст. Поэтому мне надо апнуть одну из гаваней. В общем, мне как бы две надо апнуть гавани, чтобы спокойно до 21 поднять. Так, давайте, наверное, уже исследовать земли далекие. Насколько тут камня? 17 еще. Я, наверное, в следующем апну поле, чтобы больше еды добывать. Так, знаете, что мне, пожалуй, не нужен сейчас мудрец. Так, отменю тут дом. И поставлю башню, как и хотел. Надо вот эту территорию зачищать. Мне нежелательно останавливаться в добыче камня. Давайте попробую. Уже вот так. Они там далеко вроде. Блин, все стреляющие тут эти драугры. Что хреново. Они раньше начинают тебе урон наносить, и они еще и дальше находятся. Так, скоро новый житель. Новый житель несчастье даст. А у меня тут осталось 11 камня. Минус по еде, потому что лекаре. Ну, вот как раз эта овца поможет зиму пережить, я думаю. Хотя желательно до зимы вот этих ребят зачистить. Я открываю эту способность клана Ворона, тратя 10 монет. И тратите 10 монет, и вам открываются территории по побережью только. Правда. Ну что, хватит мне силы? Хитпоинтов я имею ввиду. Давай, чувак. Нет, не хватит, нет. Так, чуть-чуть полечимся и добьем. Опять же, желательно до зимы, до начала зимы, потому что минус 20% кселя будет. Все. Колонизируем эту область. Тут тоже поставим башню. Минус 14. Опять же, минус 14, потому что лекари пока работают. Но вообще, большой, конечно, минус. Мне овцы не хватит при минус 14. О, блин. Там этот уже точно... Так, вот этот ворон у нас... Он снизу. Надо попытаться его найти и проатаковать. Что он идет в... Ну вот хреново. То есть, мне этим заниматься абсолютно не хочется. То есть, я трачу свое развитие, чтобы останавливать чувака, который решил упороться в торговую победу. Надо открывать проход к нему. Надо исследовать фиолетового, иначе... То есть, надо апать домик скаута и делать... Ну нормально, мы эту зиму переживем. Минус, по счастью, из-за больных. То есть, больные пройдут. Несчастье тоже пройдет. Да, кто там в соседях у фиолетового еще? Ну, с другой стороны, он не сможет особо сопротивляться, из-за того, что у него... Деньги все идут в эту торговую победу. А у меня деньги есть. Волчара. Шерстяной. Блин, не тех я что-то лесорубов. Тут-то я плюс к добыче дерева имею. Сколько тут? Плюс 10%. Так, ну можно уже, да, возвращать. Уже в плюс сейчас пойдет. Давайте добывать здесь камень. И сейчас я первым делом, пожалуй, апну хижину скаутов и пойду разведывать в сторону фиолетового. Что он как-то борзо. Слишком борзо. Слишком борзо. 37%. Не то, чтобы прямо сейчас уже надо на него нападать. Так, беру тут ликвидацию, а не разведку, потому что склады плюс 10 к производству, да еще их улучшение на 10%. Короче, они будут всего 4к мне стоить в апгрейде. Это реально круто. Я решу все свои проблемы с едой практически сразу. Не забывай. там синий вообще рядом с фиолетовым и тогда это заботы синего должен надо исследовать все равно его территорию и проход к нему блин тут куча камня я хочу вот эту территорию апну дом он мне даст одно счастье сверху и 2 2 гавани апнутых это еще два счастья то есть я будет 23 жителя можно я думаю что вот эту территорию более сюда прибежали гоблины вот это уже сложновато будет потому что 5 волков и 5 гоблинов это нужно серьезная армия для захвата 41 процент я надеюсь синий думает напасть на фиолетового иначе тут могут быть проблемы блин я бы еще и дом лесоруба сколько все камни еще получу она в принципе нормально он давайте тут исследуем череду мне кажется не стоит прям сильно спешить там к фиолетовому 41 процент 41 процент вообще-то но мне надо еще территорию какую-то захватывать сейчас вокруг исследовать себя чтобы понять что я хочу колонизировать так тут я пожалуй давайте отправлю этого в гавань шестым еще надо улучшить дам дом лесоруба надо улучшить лекарей гоблинсы расплодились билет это жалко конечно 5 волков было но только я решил поздно медленно исследовал поэтому поздно увидел эту территорию по эльфы а а а а Так. Ну, странно, у меня все равно еще плюс 2, хотя 23, откуда я получаю счастье, интересно. Так, тут оранжевый. Ага, тут мы с оранжевым контактируем. Ну, это Боров. Мне, кстати, повезло Борова иметь в соседях, то есть от него как раз агрессии не особо стоит ждать. Блин, сейчас захочет эту территорию захватить. Нет, я не успею. А, ну, пожалуйста, пожалуйста. Хе-хе-хе. Сейчас я сам возьму эту территорию. Потому что это слава. Потому что это камень. Да, он будет бороться. Он сделал даже воинов, бежит сюда. Значит, мне тоже надо сделать воинов. А я территорию захватил. Все, можешь отбивать обратно ее, если хочешь. Мне, кстати... Я даже не думаю, что я буду за нее драться. Или подраться. Ну, ему нету смысла, кстати. Если уже захвачена территория. Так, ладно, давайте здесь... Так, сделаем. Дальше улучшим. Лесорубов. Я могу, кстати, к вепрю... А, он поставил везде башни. Ты смотри какой. Боится меня. Так, давайте к фиолетовому исследовать. Что там у фиолетового? 43%. Это чисто на будущее. Они тут добудут камень. Я сюда переброшу. А, да. Эти ж. Приплыли падшие... Моряки. Ща, будет у меня... Мой этот танковать. Да, блин. Фига себе, там промахи периодические. Это несчастье из-за того, что эти ребята тут несчастье дают. Так, как бы мне... Берсерка не потерять. Чуть полечимся. Ну, все, зашибись. Да, е-мое. Еще и... Смотрите, еще и этот... И волк еще прибежал. Охренеть. Блин, охренеть. Я чуть не потерял берсерка. Так, а за чего у меня... А, много раненых. Нет, давайте... Надо меньше раненых, иначе мы теряем тут кучу... Экономики. Надо меньше раненых быстрее сделать. Сейчас, потом мы уже берсерка доремонтируем. Чувствует вылечиться, и уйдет много раненых. Уйдут недовольные, и вернется экономика. Блин. Да, блин, что значит много... Почему, подожди, почему 4? Да что за говнище? Почему я сейчас показывал 4, а лить... Ну, серьезно. Ну, ладно, хоть экономика вернулась. Блин. Так, что я хочу апнуть? Лекарей хочу апнуть. Почему они в разные стороны, что-то там исследуют? 47 процентов. Так, давайте мы... А, у меня же еще разведчики раненые были. Давайте мы вернем разведчиков пока домой. Фиолетовый сдался, потому что на него явно кто-то напал. А у него не было чем отбиваться, не было экономики, потому что он все в попытку и деньгами. Значит, на него синий напал. Окей. Молодец. Давайте пока так улучшим. И странников открываем. Это нам дает счастье. Так, пора... Дома строить. И... Военные здания. Потому что я думаю, что... Оранжевый... Меня мог не взлюбить из-за чего-то. Меня подзабил на исследование. О, кстати, я сюда могу еще добавить... Давайте мы, наверное, вот этих лесорубов отправим в мореходы пока. Так, пока там распределим. Но у меня надо территорию открывать, потому что у меня счастье. Вот это странники дает увеличивать счастье в зависимости от исследованных областей. Так, мореходы исследовали в области. И я их улучшил. Три из трех. Три из трех. Тут один чувак пока добывает железо, но этого достаточно. Хотя можно еще одного отправить. Так, тут все. Вообще, там еще круче... Куча воронов. Что я бы все-таки у себя на побережье поставил башни. Хотя они как-то похуже меня развиваются, прямо скажем. Смотрите. У двух оставшихся воронов 400 и 310. Но, тем не менее... Так, ну вот теперь примерно ровненько. Так, вот там оранжевый боров пытается по науке улететь. Но мы ему не дадим, конечно. Этому оранжевому я не дам улететь. Так, ну и вся территория, в принципе, у меня застроена, да? Все очень хорошо. Так, пора медведика валить и эту территорию забирать. Блин, еще зеленый решил через маяк поиграть. Сейчас в ФФА за ворона пытаться маяком побеждать так себе затея. Все все понимают и могут больно побить. Так, еще области есть для исследования. Продолжение следует... Сразу надо исследовать руинки. Так, еще есть территория, они исследованы на победа? А еще есть даже две, походу. Я думал, оранжевый вдруг... Решил напасть, но нет. Хотя, может, мне и тут строить реликвию. Так, вроде сейчас все, да. О, холодная зима. Так, надо поднакопить ресурсов, значит. Ну, а мы в холодную зиму отправим трех скаутов остаток территории исследовать. Не буду тогда больше пока строить военных лагерей. Так, что у нас тут? Блин, десять. Может, еще домик построить? Он не так много потребует. О, оранжевый пошел меня исследовать. Что у оранжевого с лагерями? Раз, два. Раз, два. Один апнут. А, это коричневый. Ну, выглядит... Выглядит, что летом надо будет нападать на... Оранжевого. Что бы он тут наукой не пытался победить? Ух ты, серый сдался. А где серый был? Вот тут. А из-за чего, интересно? Коричневый его? Ну, выглядит так, что коричневый его мог атаковать, потому что, видите, у него апнуты военные лагеря. Вот это пока интересная партия. Никто не побеждает каким-то развитием. Все идут в войну, и если кто-то вырывается вперед, на него нападают. Это мне по нраву. Так, дерева маловато. Давайте двоих на добычу отправлю. Так, и как я говорил, еще надо скаутов. Ага, один апнутый щиты прям. Ничего себе оранжевый. Угорел. Ну, все равно, сколько у него воинов? Раз, два. А, нет, три, четыре. Почему это апнутый? То есть шесть, десять. Если что, у него десять воинов. Ну, почему он... Почему именно щиты? Даже двенадцать. Ну, почему щиты? То есть он боится, что на него будет нападать, потому что он наукой побеждает. Ну, логично, в принципе, да. И что он, наверное, свален сейчас еще. Выкует. Ну, мне кажется, мы вдвоем с коричневым его легко останавливаем. Надо посмотреть, насколько там у коричневого проход имеется вообще. А, имеется. Ну, то есть оранжевый не собирается на меня нападать. Он будет только в защиту играть. Защиту, потому что он выигрывает по науке. Ну, надо с коричневым скайперироваться и напасть на него. Что у нас тут по славе? Впереди коричневый и я. Ну, и оранжевый тоже. Но оранжевый не будет в славу особо идти. Так, еще меня беспокоит зеленый со своей победой. Ну, восемнадцать процентов. Тоже не особо выглядит... Не выглядит... Как опасное что-то. Ему очень хорошо зиму пережили. Я думаю, что надо отправлять... Делать реликвию. Волчара шерстяной. Вот, тут даже две территории. Знаете, я вот эту попробовал бы захватить. Тут, во-первых, синий не будет возмущаться. А, во-вторых, полегче. Тут три волка... Всего. Так, ну что, кто-нибудь... Какой-нибудь проблемы есть после метели? Вроде как нет. У красного проблемы. Надо ли мне к нему кинуть что-нибудь? У меня красный последний по всему. Бессмысленно ему... Ему гадить. Так, ну сколько мне надо воинов, чтобы это зачистить? Наверное, шесть. Ладно, я сейчас открою улучшенное снаряжение сначала. Ну, чтобы силу иметь от мореходов. Кстати, можно еще мореходов посадить. Знаете, наверное, пиру уже можно устраивать потихоньку. Хочу быстрее, чтобы у меня жители появились. Мьелнер. О, Мьелнер. Слушайте, он Мьелнер выковал, а не... Ну, мне кажется, с Валнер было бы... Пострашнее. Ну, то есть, вот мы, если вдвоем будем нападать на него... Может, пока вернуть разведчиков. Блин. То есть, он выковал Мьелнер и решил на меня напасть, да? Ясно. Это интересно. Отменим строительство реликвии. Мне надо усилить... Сколько юнитов бежит? 15 метателей. Окей. Тут я не успею поставить... Тут я не успею поставить... Возвращение. Возвращение. О, красота. Так, ну... Где мы будем... Армию собирать? Наверное... Здесь, да? Промазал. Промазал, промазал, чувак. То есть, он хотел по моей армии, он думал, что я там останусь. А получилось, что... По юнитам просто... По юнитам просто... Да... Неудачно. Ну, не надо было с ним тут воевать, как вы понимаете. Все, забираем эту территорию обратно. Еще это... Знаете, это не самое такое у меня прям... Классное место. Ну... Он мне, мягко говоря, не сделал ничего. Там, походу, на него нападают, я так понимаю. Ага, коричневый. Но... Оранжевый тут не прав. Просто потому, что ему надо было в защиту играть. Он и изображал. Так, ладно, раз я уже армию собрал, давайте вот эту территорию зачистим. Так, ну давайте отомстим оранжевому. Видимо. Хотя я и так на него собирался нападать. Ну это... Когда бы еще было, понимаете? Ну все. Оранжевый просто уже сдался. Он бы... Он бы и меня не победил. Я бы стоял вот в этом... Главной зоне и отбился бы от него. Так, давайте тут волков убьем. Ну что, может... Попробовать, раз у меня армия есть... Попробовать гоблина? Зачистить. 3, 5, 9, 5, 5, 3, 5. Так, что у нас сейчас проблемного в игре? Коричневый может с лавой победить. Так. Еда добывается. Еда добывается. Все починено. 9 гоблинов. Тут надо на одного наваливаться, микроконтролить. Потерял одного воина. Двоих потерял. Ну мне в принципе надо терять. Ну, слушай, синий. Ну, серьезно. Ну, синий, мягко говоря, тоже неправ тут. Так, какая у меня атака? 13. А у него... 15. 15. Ну, там раненый. Юнит. Ну, не знаю. Еще и коричневый на меня нападает. Такое ощущение, что это тимплей какой-то. Синий, коричневый я еще понимаю. Например, в принципе, тот чуть синий. Спасибо. Хм. Хотя, может, он просто воспользовался, но типа увидел, что... Этот на меня нападает, почему бы тоже не напасть. Это дополнительно славу дает, захват территории. В это время зеленый с красным побеждает. Блин, я сейчас потеряю. Ну, вот что делает синий? Я такой сейчас все-таки тимплей. Ну, зачем ему нападать на меня сейчас? Я сейчас тут кучу потеряю. Да. Теряю гавани. Так, что мне взять? Возьму, наверное... Не знаю, шубы как-то странно. Разведка. Ладно, давайте шубы. Ну, хоть тут. Спас. Гавань. Не, ну, синий вот реально неправ в этой ситуации. Зачем на меня было нападать? Просто реально не понимаю. Ну, хоть одну эту спасти. А коричневый там за счет этого получает славу. Я знаю, что я рейды могу использовать, но... Ну, не хочу. Это ж деньги тратятся. Блин. Так, сколько юнитов? 16. Не-не-не-не. Вот это надо спасать. Так, сколько я могу? А у меня вся армия уже сделана, которая... Какая возможно. Ладно, тут придется апнуть. Поехали! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, это счастье, это предание... Ну, боевой опыт... Я на втором месте, кстати, был по боевому опыту... Количество дружины... Коричневый сделал кучу дружин и пришел вынес оранжевого... Походу... По населению мы как-то с оранжевым вровень шли... Нормально... Золото у меня дофига... Ну... Синий... Всего лишь синий... Кстати, мне интересно, серого-коричневый вынес? Непонятно... Да, подвергается отрахе... Ну, блин, серый просто сдался сразу... На него коричневый напал, он просто сразу сдался... Во, интересно... А здесь фиолетовый тоже... Ну, фиолетовый... Я еще могу понять, почему он сдался... Потому что... У него, скорее всего, просто не было денег... Он все... В победу торговлей... Вложил... Синий пишет... Зеленому надо... Тимплейтся... Нафига ты мне... Вот... Нафига Симону меня нападать... Если у него есть куча территории... Ну, ладно... Тогда на этом я закончу... Я думаю, что тут коричневый победит... Тем более, что эти зеленые пишут, что они договорились с коричневым... А это значит, что... Коричневому тут осталось до победы буквально чуть-чуть славой... Зеленый явно не успеет... Ни торговой победой, ни научной... Вот такая партия получилась на восьмерых... Играйте в умные игры... Всем... А, коричневый вон синего гнобит как раз... Играйте в умные игры, всем пока... Спасибо, что досмотрели до конца... Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео... Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк... Оставить комментарий... И поделиться этим видео со своими друзьями... Или в социальных сетях... А также посмотреть другие мои видео... Ссылки на которые вы видите сейчас... На своем экране... Играйте в умные игры... И всем пока... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok...